Мы продолжаем разговор о последствиях на этот раз Американской революции в рамках лекции Атлантической революции, Американской и Французской революции. Итак, чем же стало то государство, которое было создано, которое возникло волей колонистов бывших в результате Американской революции, в результате восьмилетней кровопролитной войны за независимость? Как я уже говорил в последних минутах прошлого эпизода, законодательным оформлением возникшего государства стали три документа. А именно Декларация независимости 1976 года, Конституция 1987 года и Биль о правах 1989 года. 1700, разумеется. И сейчас давайте посмотрим на то, как складывался костяк государства согласно Конституции Соединенных Штатов. Прежде всего мы видим, что создатели Соединенных Штатов исповедуют доктрину разделения властей и знают о существовании трех ветвей власти, а именно законодательной, исполнительной и судебной. Законодательная власть, как видим, представляет Конгресс, в полномочия которого входит ввод и сбор налогов, учреждение судов низшей инстанции, кроме Верховного, объявление войны и заключение мира, подготовка законопроектов, которые подписывает президент, тогда они получают силу закона формирование армии, создание флота. Исполнительная власть, что естественно принадлежит президенту, и вот здесь уже обратите внимание, он главнокомандующий армией и флотом Соединенных Штатов. Формировать армию и создавать флот – это прерогатива Конгресса, командования президент. Он назначает целый ряд должностных лиц, прежде всего судей Верховного суда, и сам по себе президент может быть отстранен путем импичмента, отстранен от должности в случае предъявления ему и доказательства по отношению к нему. Поэтому ряда чрезвычайно тяжких обвинений первое место занимает государственная измена. Важно и то, что президент Соединенных Штатов не может занимать свою должность, не может исполнять виноват свою должность, занимать свое место более двух сроков. Вот здесь маленькое отступление. Обратите внимание, как важно каждое слово в таком роде документах. Не более двух сроков написано в Конституции Соединенных Штатов. Точка. Не более двух сроков подряд написано в соответствующей статье Конституции Российской Федерации 93-го года 1900. Одно слово подряд, дописанное в 93-м году, поскольку авторы Конституции не хотели, чтобы создаваемый ими текст во многом выглядел просто как плагиат американского. А какая разница? Если не более двух сроков вообще, то вот вы пробыли 8 лет президентом и все. И больше вы им уже никогда не будете. Не более двух сроков подряд это гарантия пожизненного правления с незначительными перерывами через каждые два срока. Просто прекрасный этюд о важности слов в Конституции. Наконец, судебная власть. Обратите внимание, это Верховный суд и нежестоящие суды. Судьи не сменяемы. Сменить их можно только если они порочат свою должность. А это очень непросто доказать. До тех же пор, пока их поведение безупречно, ни одна власть, ни президент, ни Конгресс, ни они вместе не могут сменить судей Соединенных Штатов. То есть судебная власть установлена как независимая от двух других. Все же вместе, если мы посмотрим, просто даже в приведенных на слайде усеченных формулировках, видно, что полномочия каждой из трех властей несколько перекрывают полномочия двух других. Не отрицают. Не уничтожают. Но перекрывают, как бы сказать, сдерживая их, уравновешивая их. То есть мы видим в действии ту систему, которая называется системой сдержек и противовесов властей. Ту систему, которую впервые изложил в таком виде, или впервые изложил в трактате о духе законов, французский просветитель Шарл-Луи де Монтескё. Один из самых, пожалуй, что сильных авторитетов для американских отцов-основателей. Еще одним таким же авторитетом по силе, если не большим, следует назвать британского философа, ожившего за век до американской революции, сэра Джона Локка, который в своих двух трактатах о правлении, впервые в истории, сформулировал идею разделения властей. Да, он выделял две ветви, а не три, как в американской конституции. Но здесь важно не это. Да, они взяли идею Локка, доработанную, доточенную Монтескё и воплотили на практике. И здесь я позволю себе еще одно отступление, прежде чем поговорить о свершениях первых президентов Соединенных Штатов. Обратите, пожалуйста, внимание на сам феномен Конституции. Мы настолько привыкли к этому слову, мы настолько привыкли к тому, что в современном мире, ну, у нас в стране есть Конституция, и вообще почти в каждом государстве есть Конституция, мы настолько к этому привыкли, что перестали по большей части рефлексировать, что это такое. Мы просто воспроизводим формулировку, что это основной закон страны. Но давайте посмотрим, что такое Конституция. Происходит слово от латинского консто, констити, устанавливать что-то. Устанавливать. То есть, Конституция – это установление. И в этом плане Конституция – это не только результат, не только тот текст, который получается, но и процесс. Вы же обратите внимание, американская революция дает нам в этом плане идеальный кейс. Близкий по силе и по частоте дадут французы. Чуть дальше мы об этом будем говорить, но в случае с американцами это просто почти лабораторный эксперимент по частоте, я имею в виду. Что происходит? Колонии восстают против своей митрополии и откалываются от нее. История знает такие сюжеты и до американской революции. Как правило, откалывались колонии для того, чтобы перейти под чью-нибудь другую руку или рассыпаться. Небольшим исключением выглядят Нидерланды. В прошлой лекции мы говорили про Нидерландскую революцию. Но в данном случае, смотрите, колонии откладываются от Великобритании для того, чтобы создать новое государство, чтобы создать новый политический субъект, до этого момента не существовавший, до этого момента не бывший вообще. То есть перед нами совсем уж забираясь в дебри, перед нами вот этот конститутивный акт это то, что средневековая автор, да, кстати, многие авторы нового времени назвали бы актом реализации потестас абсолюта, абсолютной власти. Из ничего мы словами создаем нечто. Государства не было, мы его создали. То есть еще раз, да, Конституция это акт, устанавливающий, по сути, создающий новое государство, придающий ему все необходимые черты, прорисовывающий его костяк, его структуру, распределяющий внутри него жизненные токи. Ведь можно же вспомнить о том, что американцы ни разу не переписывали свою конституцию. Они дополняли ее, они издавали к ней поправки и издают до сих пор. Первые 10 были приняты в 1789. Но, во-первых, этих поправок было не то, чтобы безумно много. А во-вторых, и на это тоже следует обратить внимание, перед нами именно поправки, корректирующие те или иные те или иные стороны государственного устройства, те или иные детали, сглаживающие тот или иной перекос, который возник при изначальном планировании. Но, тем не менее, государство Соединенных Штатов Америки стоит по сей день, хотя было создано в конце 18 века. Первых президентов Соединенных Штатов Америки знают, на самом деле, практически все и практически всегда наизусть. Это Джордж Вашингтон, Джон Адамс, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон. Все названные люди входили в число отцов-основателей. Джордж Вашингтон, главнокомандующий американским ополчением в годы войны за независимость. Джон Адамс, Томас Джефферсон, двое из авторов Декларации независимости. Джеймс Мэдисон, влиятельный публицист и один из авторов американской конституции. Что происходит в первые же годы существования нового государства? Во-первых, складывается двухпартийная политическая система, держащаяся до сих пор. Изначальное название партии федералисты демократы, потом демократы заменят свое имя на республиканцев. Соответственно, вот эта двухпартийная система, понятно, взятая, здесь за образец был взят британский парламент двухпартийный, она оказывается достаточно устойчива применительно к вызовам времени и относительно легко проходит через значительную череду политических кризисов, которые пережили штаты за время своей истории. Тогда же завершается формирование судебной системы. Создается, во-первых, создаются апелляционные суды, то есть судебная система становится не двухуровневой, как она изначально мыслилась по Конституции, а как минимум трехуровневой. Затем учреждается служба судебных маршалов, то есть судебных исполнителей. Это самая старая федеральная служба Соединенных Штатов. Проводится налоговая реформа, поскольку как только война уходит назад, как только боевые непосредственно действия заканчиваются, встает вопрос о том, а на какие средства будет жить новое государство. Долгов наделано много, штаты оказываются должны Франции за помощь, Испании за помощь, штаты должны платить дань Мавритании за право торговать в Средиземном море, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть целый ряд долгов образуются прямо с самого начала и надо решить, как их разгребать. За дело берется первый министр финансов Соединенных Штатов, Один из самых талантливых финансистов в своей эпохе, Александр Гамильтон, по чьей инициативе учреждается Центральный Банк Соединенных Штатов Америки. Он просуществовал очень недолго, порядка, я точно не помню, порядка 20 с лишним лет, потом был упразднен, в той форме, в которой он был создан, разумеется, да, вот, и проводится налоговая реформа, вызвавшая, что ожидаемо, довольно серьезное недовольство у населения, поскольку все свободные жители Америки оказываются, немедленно просто оказались обременены довольно серьезными платежами в пользу государства. Что касается, да, и еще из того, что происходит во внутренней политике, в 800 году столица переносится в Вашингтон округ Колумбия, где она и находится до сих пор. В международных отношениях Штаты изначально создаются как союзник Франции. Франция ведь помогает Соединенным Штатам в войне с митрополией, да, именно французы первые вступают в ту войну. Так что Штаты изначально очень тепло расположены к Франции, но уже в 1797 году случаются события серьезнейшим образом повлиявшие на отношения французов и американцев и ставшие даже причиной так называемой квази-войны 1798 и 1800 годов. Речь идет о деле XYZ 3 от 3 французских дипломата обозначенных этими буквами в докладе президента Адамса. Собственно Штаты в попытках вести сумму во-первых самому Толерану, а вторую такую же сумму весьма серьезную по размеру в казну Франции. Американцы отказываются, разрывают переговоры и когда президент Адамс доводит случившееся до сведения Конгресса и нации в Соединенных Штатах происходит буквально взрыв антифранцузский и в итоге до прихода к единоличной власти Наполеона Бонапарта как первого консула пока еще до 1800 года идет вот эта квази-война. Квази она потому что необъявленная. Боевые действия между флотами двух стран шли вполне реальные. Просто официально войну никто не объявлял. И еще одна вещь, на которую надо обратить внимание под конец разговора это так называемая луизианская покупка. В 1803 году Наполеон, правительство Наполеона Бонапарта получает обратно от испанцев всю бывшую испанскую и на самом деле бывшую французскую луизиану. У Наполеона в этот момент достаточно напряженные военные времена, очень напряженные с финансами и поэтому когда в 1803 году посланцы президента Томаса Джефферсона обращаются к Наполеону с предложением продать новый Орлеан и землю вокруг него, Наполеон реагирует на это совершенно неожиданно. Американцы не ожидали такой реакции. Он говорит зачем только новый Орлеан? Купите лучше всю вот эту территорию, всю территорию Луизианы в итоге покупает по какой-то смешной цене 3 цента за акр то есть всего 15 миллионов долларов. Размеры штатов вырастают втрое, что вызывает кстати далеко не только хорошие эмоции среди американцев, северяне, жители Новой Англии очень боятся того, что увеличится количество рабовладельческих штатов и влияние рабовладельцев в Конгрессе станет преобладающим. Страх вырастает настолько, что некоторые члены Конгресса даже подбивают Аарона Берра, вице-президента возглавить конфедерацию северных штатов, отделившись от США. Собственно, из этого ничего не получается, кроме гибели в результате охлаждения и взаимного охлаждения и ссоры гибели на дуэли с Аароном Берром Александром Гамильтона как раз ничего хорошего из этого больше не получается. Но территория Соединенных Штатов вырастает как минимум втрое и штаты из маленького свободолюбивого, но относительно маленького прибрежного государства становятся по территории, пока еще только по территории одной из крупнейших держав тогдашнего мира. А на этом пока мы остановимся, обратите, пожалуйста, внимание на несколько рекомендованных на слайде книг. Это рекомендовано для самостоятельного изучения. И к Соединенным Штатам мы вернемся уже потом, когда будем говорить о гражданской войне и предшествовавших ей событиях. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok